Кто стоит сегодня на варте закона и спокою граждан, из каких структур у основным складается сучасная правоохолная структура? Об этом и не только смогли доведаться у дельники профориентационной акции, которая прошла в областном центре. Основная мета организаторов – популярно рассказать молодым людям об складающих этой профессии. И где, когда возникнет желание отримать специальную юридическую адукацию, были запрошены и ученики специализированных классов, которые уже вызначились с будущими приоритетами. У меня был папа в милиции, дед в милиции, правец в милиции был. И мне это интересно. Я хочу дружить своей родине. Мы носим форму, как вы заметили, и еще у нас есть предмет правоведения. Мы его изучаем. Ловить преступников, бороться за правосудие, такое вот не нравится. Как бы сам не нарушаю ничего. В жизни друзья рассказывали, вот работают тоже. В ОМОНе работают, рассказывали про это все. И тоже хочется как-то внести свой вклад. Отрат милиции специального призначения и зброя этого подразделения внутренних справ Брестского Абл-Канкама специальная техника держа автоинспекции в области, Следующий комитет и их специальная криминалистичная лаборатория. А так само шмат инших и интересных со службы правооховных структур в области смогли доведаться в этот день молодые люди, которые имеют намер связать свое жизнь с этими структурами. А еще мощность поудельничать в спортивных споруденствах и поспробовать с оправданной солдатской кашей. Если брать правовые классы, итоги вступительной кампании, она для Брестской области прошла успешно, то 68 ребят, в том числе 8 из Бреста, поступили как в Академию МВД, так и Могилевский институт. Из них 18 – это выпускники правовых классов, которые наиболее подготовлены к обучению в этих учреждениях образования. На сегодня в области проходит 58 правовых классов, где першепочатковую юридичную адукацию отрымливают 1200 хлопчиков из девушинок. И навод, коли не усесть их, звяжут свое дальнейшее дорослое житье с правооховными структурами, такая додатковая адукация будет только на корысть усим. Это прививание правопослушного поведения. То есть есть определенные требования, есть определенные правонарушения, когда молодой человек впоследствии не сможет стать сотрудником органов внутренних дел. Поэтому до ребят доводятся те требования, они изучают закон. Ну а когда наш человек, наш гражданин знает закон, тем более молодой человек, то это польза всему обществу и всему государству.